Субтитры делал DimaTorzok Хочу узнать чисто у игроков, они тут по-любому во всей движухе крутятся. Что это, что это вообще? Я бегу, 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 удержаться не могу. Я слоняюсь по серверу и никого я не могу найти. Никто особо ничем не занимается, все просто что-то обсуждают. Я привык то, что когда я захожу, автоматически не начинается, а происходит еще до моего прихода экшен, в котором я тоже могу принять какое-то участие. Как видите, не всегда так бывает. Пум-пум-пидум, пум-пум-пидум. Пошли, пробздимся. Ну пойдемте, пойдем. Проблись. Бибикова. Бибикой дальше. Бибикой дальше. Бибикой дальше. Бибикой дальше. Пойдем никому. Пизды, ковынь, дайди. О, давайте гопника гопнем четверо. Это относительно безобидные менты. Почему относительно? А потому что они поняли, в конце концов, кто сидит за монитором этого самого гопника. Причем это достаточно странная логика. Изначально они собирались себя вести, ну как дурачки, а потом, как только они доперли, они уже решили перестать это делать. Ну а почему вы не топите тогда до конца? Вы же просто обрубаете мне ветку с контентом. Зачем? Ну да ладно. Он этой репликой нарушил правила Нон-РП. Ну да ты, блядь. Тромозав, жми, блядь. Супой, хуй ты, блядь. Тромозав, ключи. А че там? Ксепина, не пойму. Левый ролл. А че ты к нам все равно оборачиваешься? Это вы, это вы, это. А стук. Кто это, это вы? Не, 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 это не, не, это не, не. Левый ролл. Профессию узнал. 60 минут. Не понял. Гражданин, почему вы... Да я пусть оружие. Не, секунду, секунду, Андрей, Андрей, в натуре, а пусть оружие. Гражданин, почему, 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 почему поймут у меня вопрос. Нас это обидело. Не обижайся. Давай. Да съебись ты наху уже отсюда. Вон, съебался. Так, нормально. У вас есть лица здесь наружу, гражданин? О. Куда это? А это, ребята, фрипуш, который не может быть как-либо обоснован, потому что идет абсолютно спокойная беседа, а не выяснение отношений. Теперь к стене. Кусочек, довезите меня куда-нибудь, я хочу покататься. Ах, давайте так. Я так летит. Ребята, на ваших экранах медиум РП обезьяна. Почему медиум РП? Потому что в правилах сервака прописано, что этот сервак базируется на медиуме. В итоге вторая мартышка увидела, как первая меня толкает, и решила присоединиться. Но как только получила абсолютно такую же ответку, достает ствол и начинает качать права. И чё, блядь? К стене. И чё? Выстрелишь? Дай. Умешь гладиться, чтобы прям соблюдать пуль... Не хуй руки распускать. Что надо то? Ну, шо? Чё такое? Это, блядь, блядь, чина, что ли, ребят? Камон! Он зад тебя... Опысл! Тормально, у него был автомат на спине, мы проверим на лицензию, всё хорошо, документы в порядке. Может пойти нахуй домой. Они наколе piùpping. Руки уважают... У на коленях вообще какие руки, блядь! Да, заебал ты с асм пушем, да что ж тебе надо то, блять, от меня, зачем ты это делаешь? да да посмотри кого сексуально стоит идет всякие штаны какая кофта блять шапочку ушами и что ты мне сделаешь все подкидывали я батарею начать что да я не собрался ученик хохами особо не сдался потому что понравились походу что у тебя от меня ты особо не сдался вот наглядно да стой долбоёк ты долбоёк игры за куйни пошел я тебе ноги нахуй отрубал привет спс не стал шерлок шерлок подвези ты казино по-братски и козино вышел машина раз ушел с машин два не башни 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 Окей! Спасибо. Да. Блять, сука! Остановись. В стене. Друзья, где можно машину прикупить? А, пошли покажи. Немного не понял его логику, его ставит лицом к стене полицейский, и подходит какой-то левый чел, спрашивает насчет покупки машины. Ну да, блять, конечно же, я сорвусь с обыска, а также с постановки лицом к стене, чтобы объяснить, где купить эту блядскую машину, конечно. В стене, говорю. Раз. Виктор, Виктор. Два. Лицом. Я не Виктор. Пиздуйте машины, блять, сейчас я припаркую нахуй. Так, чё происходит, чё происходит? Вам будет выписан штраф за высказывание о публичном неуважении к полиции. Остановись. Раз. Это музыка была. Два. Это музыка. Три. Стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять. Садись, стоять. Садись. Садись. За оскорбление садись. За что он его пьёт? За оскорбление. Ну, если чел не хочет адекватно отыгрывать и во время пизделого дубинкой умудряется как-то убежать в машину сесть, то... Зачем мне его пытаться дальше как-то заковать в наручники, если я могу просто его взять и расстрелять? Откроем. Что за х**и место, происходит? Сука, ну ты пытаешься аж с ним нормально поговорить? Ну, что ты, блядь, творишь? Ну, NRP и фиррип, ФРП, два часа, блядь, иди на х**ь, просто, долбоёб! 20, но NRP плюс. Фиррип, ФРП. спецназ берем их еще есть около минуты чтобы пойти домой еще админка у меня все еще есть нормально так ну тут все попрепарковывали лицом к стене встань лицом к стене остановись остановись раз стоять 2 чтобы не уехал машину надо ебать понял вот это было просто отыграть хотя бы ладно кабанчиков тебя будет максималка я нет настроения 60 минут 37 времена лобус 41 плюс еще она норма по 60 минут за каждое выходит выходит 183 часа 3 1 бант нахуй нехуй было нарушать попал поперчей давать пламя нахуй давайте побежали сэм давай давай здание я обхожу я обхожу слезай слезай говорю слезай раз два стиге стиге куда-то суешься да а вот я не знаю что ли что ли а вот стой 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 фсб показывает показывает документы и доказать что ты фсб давай я фсб ну давай показывай я фсб докажи сними маскировку вам друг говорит мой алло да мне похуй на твоего друга показывай маскировку свою раз блядь слышишь да это подел он еще обманывает слышу у него документы что наверное поддельные ооо поддельное удостоверение маскировку снимать снимай маскировку говорю дубинку достать дубинку достать дубинку доставай fullest дубинку доставай на этом серваке обыски вот таких ребят якобы под прикрытием устроены таким образом то что ты до них докапываешься и они тебе просто показывают какое-то снаряжение полицейского в доказательство того что вот у них реально есть маскировка кто-то просто снимает маскировку показывая свою настоящую госпрофессию Или же показывать свою единицу снаряжения Какую-то дубинку, таран или же наручники Ну что-то в таком духе, что доказывает, что ты реально гос Этот же дебил пытался от нас сначала скрыться на заброшке Потом спрыгнул, мы его настигли И тут он начал рассказывать нам легенду о том, что он гос Ну раз ты гос, подбежал бы, показал бы свое снаряжение или же маскировку И проблем бы не было Скажу бы, Физки, если вы хотите... Если вы хотите удостовериться в правоте его удостоверения Я не знаю, я не знаю Если я хочу удостовериться, он должен показать свое снаряжение, которое выдают каждому сотруднику Поэтому показывай хотя бы свою дубинку или же таран, который у тебя есть Игроку БРК Асок Админа выпало РП удачи 15 из 100 Ну не знаю, слышь, Перчик, Перчик, ну-ка, проверь-ка ты его удостоверяй Не знаю, чё-то Игроку Перчик выпало РП удачи 55 из 100 Хуйня, в тюрьму летишь В тюрьму летишь О-о-о Так оно ложное Да, чтобы он отрекал, по-моему, тоже Ты лох О, оскорбление, ещё и оскорбление летишь, нахуй Сейчас он отлетит за то, что он не дома во время комендантского часа Потому что он гражданский, а не гос А оскорбление я, естественно, учту, запомню, зафиксирую на демке Чтобы в следующий раз его посадить, как только я его увижу на свободе Вспомни, кто это говорил, ты лох Ну, не, не, Перчик, это вы неадекватные полные, их вообще прям надо заставить Ха, я тебе сейчас по гормону охуярю, долбоёб, у меня продит же, в ушах играет, я тебя убью нахуй Как вы можете увидеть на экране, Камчас подходит к концу Но нам нужно разрешение от мэра хотя бы устное, чтобы проводить плановую проверку на нелегалу гражданских Просто подходите, стопаете, обыскиваете человека на нелегалу Если вы делаете всё правильно, то играть за госов на этом серваке одно удовольствие Объясню почему Во-первых, пассивная зарплата Просто за то, что вы играете на этой профессии, время от времени вы получаете неплохой такой оклад Плюс ещё к тому, что у вас есть этот пассивный заработок Вы сажаете людей, которые работают в тюрьме И вам ещё с них капают деньги Во-вторых, играть на госе, соблюдая и зная правила Это очень классно, потому что у вас есть абсолютно все карты на руках После Камчаса вы идёте, получаете устное разрешение от мэра И фиксируете его также на демке И идёте обыскивать людей И тут у вас абсолютно полный карт-бланш на то, чтобы людей обыскивать, сажать или же выписывать штрафы Мы говорим о самом дефолтном РП Это когда ты подходишь, человека ставишь лицом к стене, объясняешь почему Обыскиваешь его Если ничего не находишь, ты его отпускаешь, и он уйдёт дальше по своим делам И тут всё как бы ровненько, ты даже отыграл РП Но есть ещё другая сторона Это когда челик не хочет отыгрывать РП, становиться лицом к стене и так далее Тогда ты его можешь, во-первых, расстрелять Во-вторых, ты его можешь после этого ещё и забанить за нарушение правил Фир РП Потому что у тебя в этот момент будет наставлено на него оружие Со временем я понял, что играть за какого-нибудь ГОСа намного лучше и интереснее, чем за какого-то бандита На бандите постоянно одно и то же Ну, со временем, конечно, игра за ГОСа тоже превращается в рутину, но всё же Потом едет на ФСБ в москвизовке Мэр! Типа, нафиг ты второй раз вырезаешься Арбуз, арбуз, я только тут первый раз Мэр, я могу показать Арбузник, арбузик У нас тут человечек, он чё-то проверочку хочет Прими его первым Да пизда Чё тут так, блядь? Нам нужно разрешение на проверку плановую Чё так такое чё? По моим светом? На нелегал после Ладно, разрешаю, иди сюда проверяйте Чё за несовидарность, ебаная Ну, пожалуйста Всё А чё, кого проверим? Можешь чем-нибудь помочь? Да не-не-не-не, у нас тут и так достаточно Бля, Росгвардия как раз вот, когда нужно будет колени ломать, пойдём Да вот ещё впереди Блин, чё тут люди? По ебать, чё тут такое? Мужики, добрый день Все, пожалуйста, лицом к заборчику встаньте Хе-хе-хе-хе О, кейш Причина плановая проверка Проверка, проверка на нелегал... Можешь ознакомиться? Ладно Можно ознакомиться, да С ордером Погоди, теперь осуществить Так, вы свободны Вы свободны И В... Теперь вы... Вы лицом к заборчику Ага, знакомьтесь Лицом к забору встаньте А документы можно какое? Встаньте Я обыскать документы вам Показал документы на ордер Все Станьте встань к стене Вот мои документы Вот Сейчас мы осмотрим вас просто и все. Все, вставай лицом к стене. Раз, вставай лицом к стене, два. Встаньте, пожалуйста, лицом к забору. Все, вы свободны в Олимпике, вы свободны, лысый. Да, да, да. Так, в кепке гражданские, пожалуйста, лицом к забору. Подождите, я выясняю, у нас выяснение. Вам уже предоставили все необходимое по бумагам, чтобы вы встали. Нет, мне показали, но я плохо присмотрелся, подожди. Меня это вообще не волнует. Я сейчас еще раз спрошу вас, встань лицом к стене, к забору. Нет, мне не показали, я не знаю, что он... Я вам покажу сейчас свои документы, и вы скадуетесь лицом к забору. Так он показал документы, а я не знаю, что там изображено. Я читаю очень плохо. Я спросил... Это не наша проблема. Я вам красавица, понимаете? Я вам красавица, понимаете? Подожди, ты сейчас РП-процесс как-то нарушаешь, ты знаешь? Мы уже его проводим, а ты его тормозишь. Мне кажется, он наркоман. Я без страшного, тебя лоция, лоция информацию, понимаешь? Я не знаю, я не воспринимаю, нет, воспринимаю. Но ты просто понимаешь? Лицом к сне последний раз повторяю, будь непочинен. Все, пошаги, кто-то сидит, нет. Фарк, кину. Скажи сюда, сидя. На каком основном, давай. А, машина похожа на Фебовскую, Перч, Перч, машина на Фебовскую похожа. Окей. Тонированные, скорее всего, Фебов. Не долго, когда приезжал в поле. Да, что с деда взять, только песок с жопой, который сыпет. Слушай, вы у меня оружие ставили, стреляйте. Слушай, Peru. Да, значит, что... Мам не пристаю, если я не пользуюсь. Я никому не пристаю. Подождите, у него же еще была, получается, статья за оскорбление госорганов. Не было. Было. К стене нахуй встал. К стене встал. Не было. К стене встал. Вы уже посадили меня за это. Тебя посадили за Камчаз. Я все равно встал тебе, говорит. Еще такая статья. Вы будете арестованы за оскорбление госорганов во время комендантского часа. А, вот здесь. А, врач. Мы перепутали. А что тогда? Мы эти гопники... Да, такое было. Потому что я ему, когда прописывал за Камчаз срок, он кричал, типа, ты лох, ты лох, ты лох и так далее. Но я бы выдал за Камчаз. Да, 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 такое было. А другой у него еще, ну, не было наказания за оскорбление. Так что все окей. Free arrest, блядь. Ебать, придурок, сука. Нет, ну да, нормально же выходит. У меня, правда, нос забитый, пиздец. Я не могу нормально говорить. Я когда начинаю громко пытаться разговаривать, повышать голос, это выглядит достаточно странно. Прекрасный выход. Сука, я не дышу вообще. Я тоже. Ну и правильно, до следующего Камчаза можно вот это делать абсолютно законно. Гражданский, а можете на пару минут буквально выйти из машины и побеседовать с нами? Какая причина? У нас плановая проверка на нелегал проводится, подтверждена мэром, есть видеодоказательства, фиксация вот этого подтверждения. Просто проверим вас и вы поедете дальше работать. Если у вас ничего не будет. Мы всех проверяем. Камчаза нету. Будет Камчаз, тогда я выйду. Это не Камчаз. Есть разрешение. Для этого не нужен Камчаз. Мы осматриваем гражданских, а не машину. Машина нам ваша не нужна. Хорошо. Давайте видеофиксируйте, как вы меня сейчас будете обыскивать. Окей. У нас и так идет постоянная видеофиксация. Не вижу у вас камера. Это нагрудная камера, она в одном из карманов лежит. Давайте я сейчас достану телефон и сам буду все снимать. Окей, только выходите из машины. Сосок хотя бы не палит меня. На машину облокачивайтесь. Мне кажется, это уже на что-то другое подтягивает. А не на у. Все, отлично. Облокачивайтесь на машину. Так, ну все. Все отлично. В Яндексе зарегистрировано, да? Как настоящий водитель. Да. Ну, это не моя Яндекса. Ну, конечно, конечно. А документы там или же в приложении какое-то подтверждение. Телефон же у вас есть. Сейчас присмотрюсь. Две секунды. И что-то попутали, слушай. Да, да, все, все отлично. Все отлично, вы можете быть самым. Да, 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 все. Спасибо вам за действием. Удачной одежды. Мужики, сюда машину с мигалки на заехал. Пойдемте посмотрим. Пошли. За хуйня. Ебать. Не, я пожалуй обратно, блядь. Сука, зашли. Ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Бабка ебашит в казино. Где вы такое еще увидите? Блин, я бы, наверное, тоже в казики бы играл, если бы у меня были бы, ну, неограниченные запасы денег. Глядишь, приумножил бы. А так, ноль на что, сука, умножать. Остановись! Остановись, выйди из машины, говорю. Из машины, говорю, выйди. Перчик, я могу выключить, телепортировать? Да, 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 конечно. Конечно, конечно. Сейчас только скажу, наказание надо выдать, потом начнем. О, Перчик, добрый день. А, в общем, на вас подлежало бы по причине того, что вы нарушили правила фриареста. Вот. Расскажите, что у вас произошло. После этого, как вы расскажете, почему вы считаете, что у него фриарест, мы пройдем с вами в дискорд и вы мне покажете демонстрацию экрана. А вы за что арестовали данного игрока, пока он рассказывает? Пару секунду подождете, мне человеку надо наказание выдать. Короче, вначале меня посадили за госорганов и комчас. Потом я откупился и встретил его. Просто стою и смеюсь, а он говорит, что у меня была еще статья и садит. Заост госорганов. Хотя я его в тот момент не оскорбляю. Аплант уже. Сейчас он сам себе нагорит, пока я ищу. Я бы в тот момент не оскорбляю. Так, но Перчик у нас пока афокашит. Так, сейчас я еще раз перепрочитаю, что случилось. Я не то чтобы афокашил, я просто не могу найти бед драйвер. Правила, пункт. 3.21, он арбат. О, все, нашел, спасибо. Сейчас, 2 секунды, я выдам челу. Угу, все, не за что. Мы вас ждем. Так, мне рассказать надо, что произошло. А, да, расскажите, пожалуйста, ситуацию. За что вы арестовали данного игрока? За что арестовали? Начнем издалека. Был комендантский час, мы встретили его и его друга, кого-то приятеля знакомого, Арбатского вроде бы, на улице. Начали обыскивать, поняли то, что Арбатский не обыскивается, поскольку он ГОС, и не заковывается в наручники, поскольку он ГОС. А вот этот вот человек, он сначала не подчинялся требованиям, потом пытался сесть, чтобы мы его не заковали. Ну, вот так вот. Понял, понял, понял. Он сначала так садился, а потом ему все-таки сказали, уже пригрозили оружием встать. Он отыграл тут. У меня анимации по стандарту. Это не анимация по стандарту, это делается вручную. Вот так вот сесть. Вот, и ты как только нас увидел, а ты сел. Смотрите, Перчик, в том дело, что это такая моделька, вы по-любому знакомы с такой моделькой. Вот там он стоит карманами, типа руки в карманы суета, у нас так анимация, что он садится. Вот в чем проблема. Ну, а я его заковать не мог в этот момент. Видите, он... Вот, и дальше получается... А, вас пытались заковать, а вы ему давали? Вы сказали, ему лицом к стене там отчет начали? Ну, да, он встал лицом к дереву, конечно. А что бегать к стенкам-то, получается? Мы его обыскали. Я встал лицом к стене. У него, получается, что было... У него было вроде бы оружие, лицензии не было. Он говорит то, что вот он сотрудник. Предъявил, получается, он свое удостоверение недействительное, поскольку он не госсотрудник. Мы отыграли ролл. Я ролл отыграл. Вышло так то, что в роли я выиграл. И проиграл. Вот. И он был наказан за, получается, то, что он не находится дома во время комендантского часа, поскольку он гражданский. Во время того, как я ему выписывал срок и причину, он начал меня оскорблять. Я это, ну, думаю, оставлю потом, на потом, потом разберемся. И выдал ему наказание за комендантский час, а не за оскорбление. Потом я его еще раз встретил и решил ему вот за такое поведение припомнить, то, что он еще оскорблял госсотрудника. У него-то наказание исполнено за... У него наказание-то исполнено было за Камчас. Он откупился за наказание от Камчаса. А вот нарушение... Так я уже отсидел. Ну, ты отсидел-то за Камчас, а за оскорбление ты не сидел. Тут полицейский сделал все правильно, как бы поскольку у вас по причине комендантский час, а оскорбление госорганов было. То есть вы его оскорбили, он вас увидел и он вам решил выдать за оскорбление госорганов. Тут проблем нет. Ну, он уже был посажен же тогда. Ну, ты же посажен был за как час. Ну, вы или он? Точнее. Угу. Ну, вас арестовали по причине комендантский час. После этого, как вас выпустили или же вы откупили? Да, я отсидел. А после этого, ну, вспомнил то, что вы его оскорбляли. То есть он, вот, перчик решил отомстить. А потом я ничего не говорил. А, стоп, у тебя же демка есть? И вас арестовали. Есть? А, ну так тебя слышно на демке? Давайте тогда. А голос на демке у вас слышно? Да вроде. Ну, в смысле, да вроде. Проверьте, пожалуйста, насчет демки. Да, да проверьте, я слышно. Нет, только не обезжай демку и покажи тот момент от начала до конца задержания первого на железной дороге. Если там сейчас не будет твоего голоса, где ты кричишь то, что вот ты лох, ты лох, ты несколько раз так кричал, это отчетливо слышно. Если там этого не будет, то у тебя еще будет обман администрации, потому что на демке у меня это все записано. Да, кстати, все верно, перчик. Ты же утверждал, что ты не оскорблял в начале, когда объяснял суть жалобы. Ну, окей, посмотрим. Да. А я пока орешков поем с изюмом. Нашел. Орехи и изюм это лучшее сочетание, которое я для себя открывал. А может тогда в трио, если перчик захочет посмотреть доказательства. Так у меня у самого демка есть. Я могу тут подождать, либо в РП побегать, мне без разницы. У меня демка на все есть. Давайте тогда мы вас пока отпустим, пока отпустим. Как и демку мне покажут, я все вам в вердикт вам скажу. Хорошо, хорошо. Что ты, сука, решил на меня нажаловаться и выбить себе еще больше срок? Сам себе наговорил хуйни на обман администрации. Теперь отдувайся как хочешь. Я в этом даже участие принимать не хочу. Давай к памятнику. Вези, я там выйду, пожалуйста. Вот таксишка нашлась от следственного комитета. Зашибись, едем. Все, 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 спасибо, спасибо. Не стоило так близко заезжать. Спасибо тебе, удачи. Судя по тому, что мне кто-то пальнул в спину, кто-то решил меня убрать за то, что я сажаю слишком много людей за их нарушение закона. Поскольку настолько скрытно в кавычках может действовать только ворошиловский стрелок, я понял то, что это был он и оставалась только одна задача, а именно найти его. Стреляться на такой открытой местности без почти что единого заграждения будет, но очень по-новски, и я в итоге ухожу на железную дорогу, чтобы найти его там. Ведь он по-любому за мной пойдет. Плюсом, поскольку ему правила этой профессии запрещают, чтобы его кто-то видел во время выполнения заказа, а также с оружием в руках тоже нежелательно ходить. Он, конечно же, пойдет за мной без оружия, и там я уже смогу действовать на полную. Откуда пиздюлина прилетела? В стене, нахуй, лицом. Ну, человек, ты че? В стене, лицом, я тебе сказал, блядь. Откуда стрельба была? В стене, нахуй, лицом. Раз, два. А он в воздух стрелял перед тем, как меня убить? Нихуя себе. Старая перхоть, ебаная. Сука, ты... Я, блядь, сразу понял, что... Что-то тут неладное. Ага, ну да. Первый пэ. Че ты делал? Вот так вот я провожу большую часть экранного времени на Мухосранске. Я бегаю в поисках каких-то ситуаций. Но вы этого, конечно же, особо не видите, потому что я делаю переходы от одной ситуации к другой. Так, ну у меня ППШ есть. Очень, блядь, современное снаряжение для разгвардии. Но, что поделать. Раз ППШ, то будем бегать с ППШ. Опа. Гражданские лицом к стене, пожалуйста, встаньте. Встаю, ст... Подождите. Стой. Может быть, как-нибудь... Я не знаю... Вопрос этот решим, порешаем. Да нет, вы не дома во время Камчаса. Тут решать уже нечего. Блядь, ну... Трогайте! Трогайте! Иди нахер! Ах ты тварь! 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 Нет! Нет! Тварь! Вы не дома во время Камчаса. Беги, Костя! Беги, Костя! Беги! Беги, Костя! А за что его? За что? Я прошел, как Шайка. А как? У него оружие? Так он меня тупик очень бьет! У него Сайга, блядь, на спине. И он пытался освободить заключенного будущего. На стене. Копчезы, что ли? Ты не можешь видеть на спине оружие? Ты пьяныш, что ли? Да, блядь, не вижу. У тебя на спине оружие. Ты что, долбоеб совсем? Кому ты лечишь нахуй? Ты все равно сядешь за то, что пытался освободить... Тебя лечишь. Из наручников человека. Иди нахил лошадь! Иди нахил! Иди нахил! Иди нахил! Иди нахил! Иди нахил! Дайди нахил! Иди нахил! Иди нахил! Туда его. Ох, ебан! Не понял, а что мы тут делаем? Добрый день, нахуй! Добрый день! Всех к дереву! Всех к дереву лицо прижимаемся! Сука! Я только, блядь, первую фотку, ссука, отсидел ёбан-бован! Какого хуя? Вы будете все арестованы за комендантский час И вы не дома во время комчаса Стоп, ребят, стоп, ребят, стоп, ребят По кустам, по кустам, блять По кустам, по кустам, по кустам Они откупаться будут Сейчас побежит кто-то, побежит, блять Побежит кто-то, отвечаю Я скажу, как надо выбегать за ним Да, блять, молчите, нахуй Валимся, блять Мужики, мужики нас вызывают вообще Там манники, нужна помощь Да тут, блять, важное дело Люди с вокзала не могут выйти Оп, побежал налево, ребят, налево, налево Лови нахуй Лови нахуй Стоять, сука Стоять, басяк, ёбаный К стене, блять Падик, давай, давай, залетаем Слишком молодой, блять Стоять, басяк, сука, к стене Стой, тихо Зажмите, оконченный, ёбаный Все, задерживайте его Стою, стою, ёбаный, блять Стою, стою Тихо, 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 тихо К стене Давайте, давай, успокоимся Пустите оружие, пустите оружие, пожалуйста Костя, Костя, я... Вы будете арестованы за то, что не дома вы находитесь во время комендантского часа Ладно, Костя, 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 иди сюда, ладно, блядь Да ебать, ну ёбаный в рот, блять Вы следующий Ну серьёзно, нахуй Блядь Блядь, да я ебал, я уже знаю, я открылся Обратно на вокзал, на вокзал, на вокзал, на вокзал Тело побежало, тело побежало, ребят Сейчас ещё один побежит Ну тут побежал его ловить Ничему жизнь не учит Субтитры сделал DimaTorzok